Женственность 21 века это не только нежность и хрупкость. Целеустремленность, упорство, рвение к победам занимают первые позиции в жизни современных представительниц прекрасного пола. Это становится очевидным при посещении ежегодного форума деловых женщин. В этот раз юбилейная пятая выставка бизнес-проектов состоялась в конгресс-центре «Тарелка» на базе Политеха. Индустрия красоты, сфера общественного питания, образование и легкая промышленность. Большинство бизнес-леди выбирают социальные направления. Наша задача помочь им и в развитии, и самое главное сделать первый шаг, который считается самым трудным. И по всем опросам экспертов именно вот это как раз и является главным препятствием на приход в бизнес женщин. Чтобы любые начинания давались легко, в двухдневную программу форума включили мастер-классы по стратегиям, финансам и организационным практикам. Образовательная программа началась с торжественной части. Губернатор приехал в гости к форумчанкам, пообщался и ознакомился с их проектами. Также провели и пленарное заседание, на котором обсудили векторы развития женского предпринимательства. Стоит отметить, что с каждым годом в Ульяновской области становится все больше бизнес-вумен. «Я очень рад, что прекрасная половина нашего региона не только идет с высоко поднятой головой по этому пути, но и в полном объеме реализует себя. Свыше половины малого и среднего предпринимательства в нашем регионе представляете именно вы». Глава региона наградил самых успешных и пробивных женщин нашего края. Участницы конкурса лучших проектов получили хрустальные статуэтки и букеты цветов. Ольга Столетова владеет швейным ателье уже 12 лет. Все начиналось с домашних заказов. Далее Ольга начала развиваться и посещать бизнес-тренинги. В том числе она в четвертый раз участвует в деловом форуме. Обучение и знакомство с новыми деловыми партнерами дали результаты. Теперь у Ольги есть просторный цех, в котором работают три швеи. Ателье специализируется на индивидуальном пошиве одежды и сценических костюмов. На данный момент открыто производство спортивных и классических моделей. «С чего начались именно массовые продажи? То, что мы начали отшивать капсульные коллекции, мы их выставляли просто в бутике, либо я у себя в интернете. В связи с пандемией мы немножко сели. Продавать открыто мы не могли в плане, как онлайн. То есть пришел в бутик, померил и купил. Мы вышли в соцсети, мы вышли в интернет, и, соответственно, у нас поток уже вырос». До перехода в интернет это ателье выпускало 30 единиц продукции в месяц. Сейчас цифра выросла до 150. Вещи покупают не только ульяновцы, но и жители других городов. Ольга планирует развиваться и дальше. Для более оборотистой торговли она хочет выйти на платформы Wildberries, Ozone и La Moda. Виктория Черкова, Герман Баранов, Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова